Я думаю, что мне не стоит представлять специального гостя первого дня Примаковских чтений. Все знают Сергея Викторовича. Сергей Викторович – большой друг Примаковских чтений. У нас девятые чтения и девятый раз у нас в гостях Сергей Викторович. Сергей Викторович, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ И в этом же проявляется активная работа ММО имени Евгения Максимовича Примакова по увековечению его наследия, по развитию тех принципов, которые он продвигал в международных отношениях и которые сегодня как никогда востребованы. Сегодня нужна совместная интеллектуальная работа. Мы помним, что именно Евгений Максимович положил начало ситуационным анализам, которые пользовались большой популярностью у представителей науки, практической дипломатии, у неправительственных организаций и в ходе которых вырабатывались действительно многие предложения, которые затем воплотившиеся в нашу практическую дипломатию. События сегодня развиваются динамично. Наверное, сказать так это ничего не сказать. Многие некогда константы международных отношений проходят проверку на прочность, на соответствие новым реалиям и прежде всего среди этих реалий магистральная тенденция формирования многополярного миропорядка. Процесс комплексный, процесс всеохватный. Он начался не вчера и может занять, а скорее всего займет значительное даже по историческим меркам время. Но контуры полицентричной архитектуры уже обозначились. Мы не раз говорили о новых центрах мирового развития, прежде всего в Азии, в Евразии, о росте самостоятельности и самосознания многих развивающихся стран, об их отказе от слепого следования бывшим колониальным митрополиям, которые постепенно, но объективно утрачивают свою силу, а вместе с ней и влияние. И все о том, о чем прозорливо писал и говорил много лет назад Евгений Максимович Примаков, на наших глазах становится явью. Многополярные системы, если делать экскурс в историю, явления не новые, в той или иной форме они существовали и ранее. Например, в эпоху так называемого концерта европейских держав XIX века и между двумя мировыми войнами века XX. Понятно, что тогда независимых игроков на свете было не так много, как сейчас, поэтому то, что можно считать задатками, зачатками многополярности, формировалось в гораздо более узком кругу, нежели число суверенных государств сегодня. По итогам Великой Победы отцы-основатели фактически заложили фундамент многополярности. В состав постоянных членов Совета Безопасности вошли пять наиболее могущественных держав. Это воплощало собой сложившийся к 1945 году прошлого века мировой баланс сил и интересов. Но в Уставе ООН, помимо особого места пятерки, заложены принципы равноправия всех, без исключения государств, больших и малых, независимо от особенностей, от специфики, от истории их развития. И это, наверное, и сегодня является самым главным принципом, вокруг которого будет выстраиваться и многополярность универсальная. ООН выполнила свою главную роль, она не допустила новой мировой войны, но, как вы знаете, благородному замыслу всеобщего сотрудничества, равноправия, благоденствия сбыться было не суждено. Но логика холодной войны быстро подтолкнула мир к размежеванию на противостоящие лагеря и к их борьбе друг с другом. Принципиальное отличие нынешнего издания многополярности в том, что она имеет шанс обрести действительно планетарный масштаб, опираясь, как я уже сказал, на базовый принцип Устава ООН о суверенном равенстве государства. Раньше всемирно значимые решения принимались небольшой группой государств с преобладающим по понятным причинам голосом западного сообщества, а сегодня на авансцену мировой политики вышли новые игроки, которые представляют глобальный юг, глобальный восток, и их число растет, мы их называем и абсолютно оправдано мировым большинством. Они не на словах, на деле укрепляют свой суверенитет в решении злободневных вопросов, демонстрируют самостоятельность, ставят во главу угла свои национальные интересы, а не чьи-то прихоти. Для иллюстрации, кстати, приведу высказывание моего индийского коллеги, министра иностранного отдела Джайшанкара, о том, что мир – это гораздо больше, чем Европа. Ну, понятно, что смысл этого высказывания в том, что мир гораздо больше, чем Запад. Россия последовательно выступает за демократизацию межгосударственного общения, за более справедливое распределение всемирных благ, и, наверное, не стоит далеко ходить за примерами того, как многополярность проявляет себя сегодня, особенно в контексте региональных кризисов. Многополярность, она же побуждает страны различных регионов проявлять солидарность. Нынешняя вспышка Палестино-Израильского конфликта стала катализатором такой солидарности, катализатором сплоченных действий арабо-мусульманского мира. Делегация Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества на уровне министров иностранных дел на прошлой неделе посетила столицу пяти постоянных членов Совета безопасности, в том числе, естественно, Москву. На нашей встрече мы подтвердили необходимость скорейшего справедливого регулирования на основе концепции двух государств. Это было главным сигналом, который вот эта единая делегация Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества направила во столицы пятерки и в другие столицы государств-членов ООН. В целом и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Закавказье, и в Центральной Азии, в Евразии в целом, все больше укореняется консенсус в пользу формулы региональным проблемам, региональное решение. От внешних игроков ждут оказания странам соответствующих регионов всяческого содействия, а не навязывания рецептов извне. Если кто-то хочет быть полезным, то нужно поддерживать те подходы, которые вырабатываются в регионе, где соответствующие страны гораздо лучше, чем из-за океана, видят пути преодоления тех или иных противоречий. Повторю еще раз, геополитические амбиции новых мировых игроков подкреплены их экономическими возможностями. Как отметил президент Путин совсем недавно, на внеочередном саммите группы 20-22 ноября, я цитирую, значительные доли мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещаются в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Конец цитаты. Начиная с 2014 года, первой экономикой мира по плавитету покупательной способности, как вы знаете, является Китай и совокупный ВВП стран БРИКС, также по плавитету покупательной способности, с прошлого года превышает аналогичный показатель группы 77. А с пополнением в рядах БРИКС, с приходом новых членов, которые станут полноправно участвовать в работе этого объединения с 1 января следующего года, конечно же, это преимущество над «семеркой» существенно возрастет. Россия по итогам прошлого года, и об этом тоже сказал президенту, вопреки санкциям, а может быть и благодаря им, по тому же показателю, аппаратету покупательной способности поднялась на пятое место в мире, опередив Германию. То, что мир становится другим, видно и на примере многосторонней дипломатии. Среди наиболее ярких свидетельств, я уже упоминал об этом, это, конечно же, сотрудничество по линии БРИКС. В его рамках страны, которые представляют различные цивилизации, различные религии, макрорегионы, эффективно развивают связи в самых различных областях. От политики и безопасности до экономики, финансов, здравоохранения, спорта, культуры. И делается это на принципах равенства, взаимного уважения, формирования баланса интересов через консенсус. Никто никому ничего не навязывает, никто никого не шантажирует, не ставит перед выбором либо мы, либо они, либо с нами, либо против нас. И неудивительно, что с БРИКС хотят сблизиться десятки государств, и саммит в Юханусбурге уже сделал первый шаг на этом пути. Практически удваивается число стран БРИКС. И еще пару десятков стран обратились с аналогичными просьбами или с просьбами установить специальные привилегированные отношения с этой структурой. В будущем году мы председательствуем в пятерке, которая уже будет не пятеркой, как я сказал, практически удваивается членский состав. И сделаем все, чтобы БРИКС укрепила свои позиции на международной арене и продолжала играть все более весомую роль в формировании справедливого мироустройства. Укрепляются позиции членов БРИКС и их единомышленников в группе 20. Последние саммиты этой группы подтвердили решимость стран мирового большинства не позволить Западу превратить этот форум рассмотрения глобальных финансово-экономических проблем в общих интересах в инструмент продвижения узкокорыстных геополитических замыслов Соединенных Штатов и их союзников, как это пытались сделать Вашингтон, Брюссель, другие западные столицы на предыдущем саммите БРИКС, пытаясь целиком украинизировать его повестку и, как они пытались делать то же самое, на саммите группы 20 в Индии. Этого не удалось, и саммит сконцентрировался на тех вопросах, ради решения которых изначально 20-ка и создавалась. Вопросы мировой экономики, мировых финансов, они и стали доминирующими в принятых решениях. В пользу становления многополярности работает и шанхайская организация сотрудничества, которая призвана сыграть цементирующую роль в формировании большого евразийского партнерства. Партнерство, которое мы видим как нацеленное на гармонизацию различных интеграционных проектов на континенте и открытого для всех расположенных здесь, на нашем общем континенте, государств и организаций, включая Евразийский экономический союз, ОСИАН и другие. Такая философия была выдвинута президентом Путиным еще в 2015 году на первом саммите России ОСИАН и она пользуется все более широким признанием. В ШОС, как и в БРИКС, тоже целая очередь стран, которые желают либо стать полноправными членами, либо получить статус наблюдатели или партнеры. Кстати, и западные политики, пусть и нехоти, но начинают эту новую реальность признавать, начинают осознавать, что однополярность канула в лету. Недавно президент Макрон, по-моему, выступая на совещании французских послов в августе этого года, сказал, что геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада, причем он это преподнес как опасность. То есть, читай, расширение агрессивного блока НАТО – это хорошо, а расширение мирного объединения БРИКС – это угроза. Ну, понятно, что такой менталитет сидит глубоко, от этих инстинктов за одну ночь в одночасье не избавишься. Запад, мы это видим, всеми силами пытается удержать остатки своего доминирования, прибегая к откровенно неоколониальным методам, вызывающим отторжение мирового большинства. Цель западных коллег проста и одновременно цинично – продолжать снимать сливки с глобальной политики, экономики, торговли, обеспечивать собственное благополучие за счет других. Россия, конечно же, как и подавляющее большинство других стран, не готова и не будет мириться с подобными замыслами. В своих целях США и их европейские союзники используют широкий набор инструментов геополитической инженерии. Среди них и провоцирование конфликтов, мы это видим по всему периметру российских границ, и проведение информационно-психологической операции, развязывание торговых и экономических войн. Руками западников заблокирована деятельность Всемирной торговой организации, прежде всего ее органа по регулированию споров, разрушены такие фундаментальные правовые основы мирохозяйственных связей, как свободная конкуренция и неприкосновенность собственности. Доллар давно уже используется как оружие, экономическая взаимозависимость, как у нас говорят, випонизируется. Это англицизм, который становится понятным. Деструктивные действия западного меньшинства имеют эффект, который по большому счету является обратным задуманному, поскольку он стимулирует настроение в пользу укрепления многополярных начал международной жизни. Растет понимание, что никто не застрахован от агрессивных действий Вашингтона и Брюсселя. Не только мы, но и многие другие государства последовательно снижают зависимость от западных валют, переходят на альтернативные механизмы при осуществлении внешнеэкономических расчетов, работают над формированием новых международных транспортных коридоров и производственно-сбытовых цепочек. Неравновесная, несправедливая модель глобализации, при которой золотой миллиард получал основные блага, уходит в прошлое. Практические задачи, кстати, демократизации мирового экономического порядка будут рассматриваться участниками форума сторонников борьбы с современными формами неоколониализма. Его готовит партия «Единая Россия» и он запланирован на начало следующего года. Причем это лишь одна из инициатив, которые наша страна будет продвигать в развитии положения и концепции внешней политики Российской Федерации. Узнайте, что в марте этого года она была существенно обновлена с учетом изменившихся геополитических реалий. Формирующаяся полицентричная архитектура должна быть инклюзивной, носить кооперативный, а не антагонистический характер, должна страховать от опасного противостояния мировых центров выяснение отношений. Между ними она должна от этого выяснения отношений надежно страховать. И в общих интересах попытаться создать, можно сказать, глобальный концерт, опирающийся на общепризнанные принципы и нормы международного права, уважающий культурно-цивилизационное многообразие современного мира и право народов самим определять пути своего развития. Я уже упоминал об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что эту работу не нужно вести с чистого листа. Фундамент для устойчивого и справедливого мира есть. Это устав Организации Объединенных Наций. Но его положение следует выполнять невыборочно, как это делают наши коллеги на Западе, пытаясь выдергивать из принципов устава то, что им выгодно на данный конкретный момент, чтобы навалить выгоду, а использовать их надо во всей их полноте и во всей их взаимосвязи. Ну и разумеется, необходимо аккуратно адаптировать Всемирную Организацию к современным реалиям. В первую очередь это касается реформы Совета Безопасности ООН. Важно устранить историческую несправедливость, которая проявилась после завершения процесса деколонизации, появления десятков, многих десятков новых, молодых, современных государств. И надо эти реалии отразить в численном составе Совета Безопасности ООН. Понятно, что новые члены Совета, а это могут быть страны только от развивающихся регионов Азии, Африки, Латинской Америки, должны пользоваться авторитетом в своих частях мира и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения и группа 77. Значимым подспорьем многополярности становятся и международные структуры нового типа, где все вопросы решаются на основе баланса интересов и консенсуса. Я уже упоминал БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз, ОСИАН, но на нашем Евразийском континенте это также организация договора коллективной безопасности, Содружество независимых государств. А в других регионах мира выделю ОСИАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигу арабских государств, организацию исламского сотрудничества. К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники, таким как НАТО, Евросоюз, группа 77, а теперь еще и Совет Европы и ОБСЕ. Последние две организации изначально задумывались как площадки для широкого, взаимоважительного, общеевропейского диалога, а в итоге их навязчиво превращают, по сути, в предатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем виде этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики. ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики. В своем выступлении 5 октября этого года на ежегодном заседании Валдайского клуба президент Путин назвал ключевые принципы, на которые должен опираться более справедливый и демократичный миропорядок. Повторю их дословно. Это открытость и взаимосвязанность мира без барьеров на пути общения, уважение многообразия как фундамента для совместного развития, максимальная представительность в структурах глобального управления, всеобщая безопасность на основе баланса интересов, справедливый доступ к благам развития, равноправие для всех, отказ от диктата богатых или сильных. У меня нет сомнений, что эти подходы близки и понятны любому здравомыслящему человеку, который занимается или хотя бы интересуется международной проблематикой. Исходя из такого понимания многополярности, мы будем продолжать бороться за правду и справедливость, за то, чтобы голос всех стран принимался во внимание вне зависимости от их размеров, государственного устройства или уровня экономического развития, то есть ровно так, как предписано уставом ООН еще с 1945 года. Продолжим самым тесным образом координировать шаги с нашими союзниками и единомышленниками на глобальном юге и востоке. При этом не хотим закрывать дверь, либо окно, либо форточку, как президент недавно касался этой темы, для трезвомыслящих игроков на историческом западе, по мере осознаниями реалий и вызовов объективных процессов многополярности, вызовов, которые предвидел еще Евгений Максимович Примаков. Особое внимание в дипломатической сфере будем и впредь уделять обеспечению единообразного толкования и применения на практике всех принципов устава ООН. Это важнейший элемент нашего курса. Продолжим работать над расширением членского состава такого перспективного объединения, как созданные на Нью-Йоркской площадке группа друзей в защиту устава ООН. Это была инициатива Венесуэлы. В группу уже входит более 20 государств, есть желающие пополнить состав ее участников. Над укреплением других структур, которые способствуют демократизации международных отношений, также будем последовательно работать. Для этого остаемся всегда открытыми к честному, серьезному диалогу со всеми, кто дорожит своими национальными интересами и кто проявляет встречную готовность. Я на этом остановлюсь и готов перейти к интерактивному разговору. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я здесь. Мне удовольствия. Сергей Викторович, большое спасибо за ваши мысли. Это будет служить неким камертоном для наших дальнейших дискуссий. Разрешите мне задать вам такой немного академический вопрос. Академический. Мы с вами хорошо знаем, что каждая система мирового порядка, скажем, Версальская, Ялтинско-Потсдамская, возникали после крупной войны. Однополярная система также возникла после холодной войны. Как вы полагаете, возможно ли формирование будущего мирового порядка, о котором вы говорили, без вот таких трагических событий? Ну, я отвечу вопросом на вопрос. А чем нынешняя ситуация лучше, безопаснее, чем эпоха холодной войны? Она, наверное, также опасна. То есть вы хотите сказать, что мы живем во второй холодной войне? Ну, наверное, ее нужно назвать по-другому, потому что во время холодной войны были сдержки противовеса. Был настрой у великих держав, у двух соперничеств лагерей США-Советский Союз, НАТО-Варшавский договор. Был настрой на то, чтобы все-таки соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках. Тогда зародился и потом достаточно быстро стал развиваться диалог по контролю над вооружениями. И были достигнуты конкретные практические результаты. И это внушало, в общем-то, спокойствие. По крайней мере, ни в Соединенных Штатах, ни в Советском Союзе, ни в странах социалистического лагеря, ни в странах НАТО и Евросоюза не просматривались такие тревожные оценки происходящего. И не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее, я имею в виду. А сейчас такие страхи сплошь и рядом проявляются в выступлениях многих политиков, в выступлениях неправительственных организаций, устраиваются демонстрации. И это иная ситуация. Причем она стала такой, вам не только потому, что Запад во главе с США решил нам объявить гибридную войну. В прямом смысле этого слова послушайте, что они говорят, когда касается в своих речах положения дел вокруг Украины. Украина заточена в качестве инструмента нанесения нам стратегического поражения, это заявленная цель. Причем еще стращают своих избирателей тем, что это только начало, и Россия-то у нее аппетиты гораздо более алчные. Ладно, прибалты, поляки и прочие проводники американской политики в Европе, в том числе в интересах ослабления Евросоюза. Но лично глава Пентагона Остин несколько раз, причем совсем недавно, выступая на слушаниях в Конгрессе, по-моему, сказал, что если мы не поддержим, не будем поддерживать Украину, то Россия победит. И, уверяю вас, сказала, она на этом не остановится. Следующими целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи России. Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном, и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине. И что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов в России нет, не было и быть не может. Я не буду подробно останавливаться о причинах специальной военной операции. Главное из них заключается в том, что неонацистский режим, который корнями уходит в антиконсионный госпереворот в феврале 2014 года, открыто при поощрении Запада взял курс на истребление законодательное, но в целом ряде случаев и физическое, всего русского на тех землях, которые осваивались, обустраивались русскими в течение столетий. И одновременно этот неонацистский режим стал инструментом нанесения России стратегического поражения в интересах Запада на поле боя. И если это не является прямой угрозой нашим интересам, нашей безопасности и тем людям, которые с времен прадедов, дедов, отцов и матерей считали себя русскими, тогда, наверное, на Западе нет внятных аналитиков, либо там просто нет людей, которые имеют совесть. Зеленский ведь сказал задолго до специальной военной операции, когда его спросили в каком-то интервью, как он относится к тем людям, которые вот там на Донбассе под эгидой минских договоренностей находятся. Он сказал, это российское высказывание было. Есть люди, а есть существа, сказал он. И мой совет, если кто-то из живущих на Украине ощущает сопричастность русской культуре, ради будущего своих детей, ради будущего своих внуков проваливайте в Россию. Это же все звучало и звучало при гробовой тишине со стороны цивилизованного, просвещенного Запада. Но, возвращаясь к характеристике нынешней ситуации, я не знаю, как историки этот период назовут, но то, что благодаря действиям США разрушен практически весь массив договоренностей, контроля над вооружениями, это факт, об этом написано уже в сотне и сотне страниц. Так что я бы все-таки к нынешнему периоду в мировой истории относился максимально ответственно. Действительно, Соединенные Штаты за последнее время мы считали это в институте, внимательно разрушили 16 принципиальных соглашения, не только по контролю над вооружениями, но, скажем, по мировой торговле, ВТО, по Арктике и так далее. Поэтому это вот та тяжелая реальность, в которой мы с вами живем. Коллеги, пожалуйста, есть возможность задать вопросы Сергею Викторовичу. Прошу вас, представляйтесь только. Я прошу прощения, вы... Добрый день, меня зовут Эвести. У нас мероприятие для экспертов, а не для прессы. Я приношу свои извинения. Я как эксперт. Нет, я вижу у вас желтая ленточка, это говорит о том, что вы представитель СМИ. Да, но я выступаю как эксперт, у меня вопрос как эксперт. Сергей Викторович, вопрос такой. Каковы перспективы российско-европейских торгово-экономических отношений, учитывая, что Россия является поставщиком почти одной трети углеводородов в Европу? Европа, видимо, будет искать какую-то альтернативу этих поставок. И в этой связи, как российская сторона представляет себе развитие этих отношений? Спасибо. Я вам отвечу как журналист, ладно, если вы как эксперты спрашиваете. Я даже не буду пытаться гадать, что Европа там собирается делать. Европа, ну, надеюсь, может быть, кроме Шольца с Хабиком, она поняла, где она оказалась. Посчитайте статистику. Во сколько раз Соединенные Штаты будут обгонять экономический рост Европы, которая растет вниз. И Германия, и Великобритания, ну, Франция где-то там будет в нулях, судя по всему, но некогда локомотивы европейской экономики будут расти вниз. Цена на энергоносители после серии законов, которые американцы приняли о борьбе с инфляцией по другим темам в Соединенных Штатах в 4-5 раз ниже, чем в Европе, где индустриализация происходит. Думающий о своем будущем бизнес переезжает в Соединенные Штаты. И я убежден, что это не просто стечение обстоятельств, это осознанная политика Вашингтона. Потому что Европа это тоже конкурент, который не нужен Соединенным Штатам. Им там нужна такая группа серых людей, которые будут выполнять то, что им прикажут. Я не хочу обижать Европу, но нынешние политические элиты действуют именно так. А нам думать об этом, ну, мы читаем статистику, это полезно, понимать, что происходит. Но думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, на данном этапе нам вообще не надо. Нам сейчас надо думать, как нам не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона. И мы должны обезопасить себя во всех ключевых отраслях нашей экономики, нашей жизни в целом, нашей безопасности, конечно же, от которых зависят будущее страны. Мы должны производить все самостоятельно, чтобы никакой новый каприз, когда и если опять захотят на нас накидываться санкциями, чтобы мы от этого не страдали. Но я вам скажу так, и санкции никуда не исчезли. У меня ощущение, как они говорят об этом, что когда все закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому. Мы должны заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию гибридную и негибридную против Российской Федерации. Но даже когда они говорят, вот когда все закончится, большинство санкций останется. Поэтому нам надо жить своим умом. Когда протрезвление придет, и если оно придет, и они нам будут что-то предлагать, мы 10 раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надежны и договороспособны. Они свою договороспособность, свою репутацию подорвали очень и очень сильно, ну, может быть, не окончательно еще. Сергей Викторович, чтобы окончательно не обижать Европу, позвольте предоставить слово эксперту из Европейского Союза, госпоже Шеренковой. Скорее всего, как ученица Евгения Максимовича Примакова, я не хочу отвечать за Европу. Мы почти 30 лет уже издаем газета «Россия сегодня», а 15 лет издаем и «Китай сегодня». наша пресс-группа очень широко отражает развитие отношений между Россией, Индией, Китой, так называемый «треугольник» Лаврова. Мы отражаем развитие БРИКСа, беспрецедентное расширение. В общем-то, на наших глазах приходит край американоцентричного мира, но он сопротивляется. И вот мой вопрос такой. Мы все видим, как расширяется Североатлантический альянс на восток в регионе АТР. Даже сегодня говорится о Тихоокеанском НАТО. Это вообще угрожает глобальную безопасность мира. Сергей Викторович, как Вы видите, какой будет ответ Россия, Китая, БРИКСа и всех организаций, которые против такого агрессивного поведения? Спасибо. Ну, неуколониальные инстинкты, они налицо у Запада. Это вот в двух словах, это желание продолжать жить за счет других, как они это делали в пятьсот с лишним лет. Эпоха кончается. Это всем очевидно. Они это понимают. Ну, некоторые называют вот то, что сейчас Запад пытается делать для сохранения своей гегемонии агонией той эпохи. Ну, может быть, такое сравнение имеет право на существование, но эпоха будет длинной и долгой. Это не просто вот проснулись и уже другие справедливые правила в мировой экономике. Американцы по-прежнему мощнейшая страна, с мощнейшей экономикой. Евросоюз тоже пока еще не растерял свой вес, хотя процесс стремительно происходит и будет ускоряться. В силу обстоятельств мы, Россия, мы не были так глубоко встроены в ту модель глобализации, которую американцы продвигали, продвинули, предоставили ее всем. Буквально говоря, пользуйтесь. Это не для нас, это для всех. Доллар – это валюта для всех. Пожалуйста. Ну и все остальные принципы – собственность, презумпция невиновности, международное правосудие, которое должно быть универсально приемлемо бы, универсально применимо. И все это в одночасье. Они растоптали, выбросили, как только им захотелось наказать Российскую Федерацию, потому что их план превратить Украину в прямую угрозу России, включая уничтожение, как я сказал, истребление всего русского на Украине. А там планировалось и планировалось создание военно-морских баз США и Британии на Черном море и на Азовском море. Вот когда этот план провалился, и мы ответили так, как мы ответили, причем не вот так вот просто с утра проснулись и сказали, мы решили. А мы восемь лет с лишним предупреждали, даже раньше предупреждать начали. Предлагали договоры о европейской безопасности, которые обеспечивали бы стабильность на континенте без расширения военно-политических блоков. Мы были готовы и ОДКБ не расширять. Все это было с 2009 года. И в 2021 году, в декабре, президент, по его поручению, мы передали новые, уже окончательные предложения США и НАТО, они были отвергнуты. Нам сказали, да какая там безопасность. Безопасность, юридически гарантированной, может быть обеспечена только в рамках НАТО. Такой же ответ звучал, когда мы им напоминали, что в ОБСЕ, вы, господа хорошие, в том числе в 2010 году в Астане подписались под принципом неделимости безопасности, согласно которому ни одна организация в районе ОБСЕ не имеет права претендовать на доминирование. Они ровно это делают. Когда мы им говорим, как же вы не хотите всем предоставить юридически обязывающие гарантии, вы же в ОБСЕ за равную безопасность высказываете. Нам какие-то там младшие дипломаты в Брюсселе, в Вашингтоне говорят, нам наплевать, что там напринимали президента и премьера, то есть включая их собственных, про неделимость безопасности, что там они на саммитах ОБСЕ наподписывали. Юридические гарантии безопасности доступны только членам Северо-Аплантического альянса, тем самым пытаясь повысить притягательность этой самой НАТО и стимулировать приток новых членов, вопреки всем своим обещаниям. Но мы были неглубоко инкорпорированы в эту модель глобализации. У нас и объемы торговли с теми, что Соединенными Штатами были не очень серьезные, с Европейским Союзом – да. Но это была история, которая тянется еще с советских времен. Газ на трубы, когда тогда пытались помешать нашему сотрудничеству, потом это сотрудничество пробило себе дорогу, стало основой благополучия Европы и решение ее социально-экономических проблем на очень хорошем, невиданном раньше уровне. Но тем не менее и в Международном валютном фонде, и в Всемирном банке мы работали, конечно же, но погруженность наша в эту систему была не такой масштабной, как, скажем, у Китайской Народной Республики или у Индии. Они сейчас понимают, что им нужно отстаивать свою самостоятельность, нет никаких сомнений. Мы эту тему обсуждаем и в рамках БРИКС, и в рамках Шамхайской Организации Сотрудничества, активно внедряются методы, альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты, очень быстро развивается. Но Индия и Китайская Народная Республика, они заботятся о своих интересах, и они, как я понимаю, видят, что просто так взять и уйти из этой системы и начать выстраивать новые структуры какие-то, это будет плохо для их экономики. Но постепенный отход в зависимости от доллара, в зависимости от платежных систем, цепочек поставок, которые Запад выстраивает, он наметился. Никто не знает, что через два года, через пять-шесть лет придет в голову новому президенту Соединенных Штатов, из каких соглашений он будет выходить, какие соглашения будет навязывать. Универсальные в Азии торговые соглашения отказались от них, стали выстраивать свою без Китая, но вы это все знаете. Поэтому сигнал принят и Индии, и Китайской Народной Республике. Двигаться к сокращению зависимости от произвола тех, кто создал эту модель глобализации, по-прежнему играет в ней главную роль, они начинают. Это будет не так быстро, не так резко, как в нашем случае. Мы были вынуждены действовать очень решительно и по-крупному, учитывая один с лишним тысяч санкций, которые прямо нацелены на удушение российской экономики и на ухудшение положения населения в надежде, что оно поднимет бунт. Вот же они чего хотят, и они об этом прямо объявляют. Поэтому, но кстати, если посмотрите на статистику, какая была доля китайских резервов в долларах три года назад, и сейчас ситуация красноречивая. Я думаю, что наши индийские друзья размышляют в том же направлении, потому что никто не хочет оказаться вновь заложником геополитического срыва, такого нервного, знаете. Но мы никого не торопим. У нас есть и ШОС, и БРИКС, и другие структуры, есть отношения между Евразийским экономическим союзом и ШОС, Евразийским экономическим союзом и ОСЕАН, Евразес и Китайским проектом пояса и пути. В этих формах, в этих форматах, естественным образом, без форсирования вырабатываются как бы от жизни, от земли. Те формы сотрудничества, те формы обслуживания нашей экономики, наших торговых связей, которые будут устойчивы. Процесс идёт, но он будет очень длительным. Пожалуйста, я видел там, вот микрофон сюда, господин Лусин. Лисин, центр, китайский центр по подготовке юридических кадров для стран ШОС. У меня вопрос такой. В этом году на саммите приказ был поднял тему введения единственной валюты в рамках приказа. А в следующем году Россия будет председательством приказа. А будет ли ещё раз подниматься вот такую вот эту тему? Это первый. А второй. Можно ли в рамках ШОС будет вот такой вот тоже такая вот тема подниматься? Спасибо. Спасибо большое. Действительно, на саммите Брикс в Йоханнесбурге это было одной из тем, которая подробно обсуждалась. Особое внимание этой теме уделял президент Бразилии, Лула да Сильва, что никого не удивило, потому что, когда он в очередной раз стал президентом в своих речах ещё до саммита Брикс, он призывал к тому, чтобы работать над формированием, если не единой валюты, то механизма, в котором национальные валюты будут дать решающую роль, он это предложил сделать и в рамках СИЛАК, сообщества латиноамериканских и корейских государств, и в рамках Брикс. После, по итогам дискуссий, в декларации, которую в Йоханнесбурге лидеры Брикс приняли, записано поручение главам Минфинов и главам Центральных банков подготовить рекомендации об альтернативных платёжных платформах. Эти рекомендации, мы рассчитываем, будут представлены в следующем году, и Россия, как председатель Брикс, разумеется, организует их тщательное рассмотрение с прицелом на принятие уже каких-то решений. В Шанхайской организации сотрудничества о каких-то общих платёжных платформах пока разговоры идут, но они не вылились в какие-то конкретные поручения. Но, как я уже сказал, национальные валюты уже активнейшим образом замещают доллар и в наших расчётах с Китайской Народной Республикой, по-моему, 90% уже в рублях и юанях обслуживаются, а с Индией либо близко к половине, либо уже больше 50%, и такие же примерно цифры для остальных участников этих объединений. Пожалуйста, господин Саджапур. Спасибо. Это Козен Асаджапур из Ирана. Мне очень понравилась Ваша презентация, и мой вопрос, он очень академического характера. Ваша презентация в основном была о... Я хочу поднять вопрос, что у нас очень много феноменальных ситуаций. Это не государственные актёры, не государственные движения, глобализация эмоций, глобализация вот этой ситуации, что мир весь соединён на уровне людей. Он очень тесно связан. Как Вы видите, каким образом вот это негосударственные актёры, участники движения в этом сложном мультиполярном мире, который Вы сейчас создаёте, как Вы думаете, вот эти негосударственные актёры, которые будут присутствовать, как они будут участвовать в одном мире, который Вы создаёте? Да, да, да. Ну, я вообще слово «акторы» не люблю. Есть русское слово «игрок». На самом деле, это очень серьёзный вопрос. Вопросы частью той философии, которую американцы в рамках своей модели глобализации продвигали по всему миру и кому-то настойчиво предлагали, кому-то навязывали, как раз является роль неправительственных организаций, роль гражданского общества. Американцы создали тысячи неправительственных организаций, из них сотни, многие сотни работают на постсоветском пространстве, особенно много в Армении, особенно много в Киргизии, кстати сказать, пытаются их и в другие центрально-азиатские страны активно внедрять. Ну, про Украину и говорить нечего. Были они и в Белоруссии, но когда события августа 2020 года чётко прояснили, какую роль эти неправительственные организации играли в попытке дестабилизировать обстановку в Белоруссии, их там поубавилось резко. И называть их неправительственными можно с очень большой натяжкой. Посмотрите все ключевые структуры Соединённых Штатов, все фонды, национально-демократический фонд, республиканский фонд, многие уже не связанные с ведущими партиями США, так называемые НПО, они практически на 90% финансируются через агентство международного развития, что является частью американской бюрократии и получают бюджетные деньги, либо через другие каналы, опять же, бюджетного финансирования. То, что они проводят линию партии, независимо от того, какая партия в Вашингтоне, демократическая или республиканская, они проводят линию партии, причём единой. И линия заключается в том, чтобы влиять напрямую на процессы в тех странах, где эти неправительственные организации орудуют. Поэтому это, конечно, очередное лукавство заявлять, что вот гражданское общество должно быть шире представлено. Мы знаем, что имеют в виду те, кто с такими призывами выступает. Возьмите, пожалуйста, вот как я вижу, близкое к оптимальному положение неправительственных организаций в общем мировых делах, в ООН существует комитет по неправительственным организациям. Для того, чтобы этот комитет сотрудничал с общественными структурами, там есть процедура. Если ты хочешь получить статус при экономическом социальном совете или при департаменте печати информации ООН, ты должен в этот комитет обратиться. Заполняешь анкету, твой послужной список изучают, там проходят слушания, тебе задают вопросы. Члены комитета убеждаются, что эта организация из себя на самом деле представляет. Гражданское общество или инструмент какого-то правительства. Это такая достаточно серьезная... Конечно, без ошибок не обходится, безусловно. Всего не предусмотришь, всего не разузнаешь. Но в целом это нормальный, транспарентный, честный процесс. И одновременно есть такая организация, как ОБСЕ, в которой три корзины военно-политической, все основания которой в виде договоренности о контроле над вооружениями и мерах доверия развалили американцы. Есть экономическая корзина, которую тоже развалили. в результате разрушения связей России с Европой, о которых я уже говорил. И есть так называемая гуманитарная корзина. Бюро по демократическим институтам права человека. Это уполномоченный по национальным меньшинствам комиссар. И представитель по свободе средств массовой информации. Ни в одном из этих институтов ОБСЕ нет никаких правил, наподобие тех, о которых я сказал. И когда ежегодно собирается так называемое Варшавское совещание по гуманитарному измерению, оно обычно осенью проходит, Туда может прийти любая личность с улицы и скажет, у меня вот защита прав бедных, а у меня защита прав трансгендеров, а у меня вот права тех, кто борется с коммунизмом. И все. И человек садился и начинал там произносить свои речи. Имел те же права, что и представители государства. Ну, мы эту практику пресекли, и сейчас там хоть какая-то процедура действует. А пресекли мы это очень просто. После воссоединения Крыма с Россией туда стали ездить неправительственные организации Республики Крым. Вы представляете, какая была реакция? Ну, если не пускают одних, мы не будем пускать других. Но это все равно непорядок. Там нет правил до сих пор. И ОБСИ, она вообще же без устава, без ничего. Поэтому был период, когда все были просто с восторгом относились, обуреваемы были вот расширением участия гражданского общества, транснациональных корпораций, в целом бизнеса наравне с государствами. Из конференции, которую он проводил по климату, по окружающей среде, и по многим другим вопросам. Запад настаивал, чтобы бизнес и НПО участвовали наравне с правительством. Сейчас, ну, конечно, против этого выступали многие. Сейчас вот этот энтузиазм сильно поубавился, потому что стало видно, как поступают со слабыми государствами. И я думаю, теперь уже это не вернется на нашу вику, так скажем. Дизайн нашей встречи с министром все-таки ориентирован на то, что вопросы будут задавать наши иностранные гости. У меня есть один участник наших слушаний, который ждет в своей очереди целый год, с восьмых чтений. Это Сергей Марков. Я прошу ему предоставить микрофон. Да он сам на любой вопрос ответит. Спасибо большое, Сергей Викторович. Знаете, у меня вот я тоже приму пас с коллег. Экадемический тоже будет вопрос такой даже, почти философский. Вы знаете, мы с одной стороны сейчас дистанцируем, а Запад, с другой стороны, он является крайне активным субъектом. И вот возникает вопрос, поскольку мы же не ожидали, что вот он так будет действовать, что откровенно неунацистский режим на Украине поддержит, что выборы, видимо, были пасифицированы в Соединенных Штатах Америки впервые за всю историю Соединенных Штатов. Вот такие, либо мы ошибались, потому что Запад как-то более позитивно воспринимали, либо он, может быть, перерождается. И ведь ситуация немножко походит на фильм ужасов. Помните, там, «Чужой», «Иный», когда вот была компания людей, вдруг каких-то монстров превращается. Вот мне кажется, многие у нас сейчас так, отчасти, Запад воспринимают. Вот вы же имеете огромный опыт общения с этими коллегами, представляете себе. Вот ваше представление. Что там происходит? И чего мы от них дальше будем ожидать? Они уже окончательно в монстров превратились? Или еще дальше пойдут по этому пути? Или что-то там обратное вернулся в человеческое сообщество, организация Объединенных Наций? Что нам от них ждать? И какова природа этого процесса? Спасибо. Ну, насчет того, что, возможно, Запад перерождается, мы с Сергеем не срежиссировали эту историю, но у меня оказалась вот в кармане цитата. Давно уже можно было предугадать... Это насчет перерождения. Давно уже можно было предугадать, что это бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Больше обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Год 1854-й. Федор Иванович Тютчев. Здесь три цитата, дословных цитата, из его писем. Он к этой теме много раз возвращался. Это вот вопрос о том, наступило ли вырождение Запада, или он переродился. Я не могу сказать, что это вот истина в последний инстант. Но то, что нас никогда особо никто не любил, это факт. То, что нами пользовались, создавая ситуативные коалиции, и французы, и англичане, и немцы, естественно, австро-венгры, это тоже факт. Вот Светлана здесь сидит, человек, который в очень непростое время живет в прекрасной стране Болгарии. Как могло такое кому-то в голову прийти, что за два года, за три года вот так вот щелкнет, и начнут там тоже памятники двигать, священников оскорблять, отнимать имущество. Как это могло прийти кому в голову? Кто-то мне сказал, вот Тютчев прав, и после него, почти 200 лет, таких примеров немало, а то, что было после 91-го года, они просто решили, что мы у них в кармане, конец истории, либеральная идеология возобладала и в экономике, и в политике, все должны теперь слушаться старшего, старший все наладил, все устроил, какие-то там понапринимали для отвода глаз красивые декларации его БСЕ, Парижская хартия для Новой Европы, 90-й год. Почитайте эту Парижскую хартию, которую тогда французы с такой прям вот гордостью продвинули, и посмотрите сейчас, наложите ее на то, что делает Франция, конкретно Франция, конкретно президент Макро. саммит ОБСЕ в Стамбуле, 1999-й год, неделимость безопасности, 2010-й год саммит в Астане, неделимость евроатлантической и евразийской безопасности, когда уже этот перспективный термин был употреблен, все на смарку, все, извините, коту под хвост, а как только приказали встать в строй, потому что появилась задача наказать Россию, за то, что она посмела не позволить американцам творить беспредел на своих границах, на своих исторических землях. Причем, еще раз подчеркну, предупреждали, ну, во-первых, как минимум с 2007-го года с Мюнхенской речи, такое первое предупреждение было, а уж совсем конкретно предупреждали сразу после госпереворота. Ну, там и тот, кто имел глаза и уши, увидел бы и услышал, потому что Донбасс встал стеной, Крым ушел в родную гавань, как говорится. Никто не слушал 8 лет. На наших границах, когда в 2003 году американцам показалось, что Саддам Хусейн там какой-то ядерный реактор создал, или какую-то ядерную грязную бомбу, они что, кого-то предупреждали 8 лет? Да нет, утром встали, вот, Совет Безопасности не хотите? Ну, не надо, мы без вас. И где теперь этот Ирак? Когда они смотрят сейчас показывают, как мы работаем по целям СВУ, которые, военные цели, а которые они прячут в гражданских кварталах и на гражданских объектах. Какой вой поднимался? Как тот же Эйр Лапид, будучи премьер-министром Израиля, министром на самом деле Израиля, как он, почитайте его цитаты, что это чуть не геноцид, а сейчас там что? Трагедия войны. Сравните картинки. Либо возьмите Сирию. Просто вот решили, что раз там такая заварушка началась, надо отобрать у Асада восточную территорию, где вся нефть и все зерно, что они и сделали. Город Масул в Ираке реально сравняли с землей. Там так же, как и город Раку в Сирии. Сотни трупов не убирали неделями. Это все задокументировано. Им можно. Причем не на границе с Мексикой эта угроза создалась. Там просто беженцы бегут, и все, они сейчас стену будут строить. И все, вот это вся угроза. Ну, сейчас в Канаде там каких-то еще суперсвиней развели, которые что-то жрут, там все поселывают. Вчера был репортаж. Вот и все угрозы. А вот эти бомбы, Югославия, экзистенциальные угрозы для Соединенных Штатов. 10 тысяч с лишним миль через океан. Никого не предупреждают. Просто мы так решили, мы поехали. Вот в чем проблема-то вот этого западного менталитета, этих западных инстинктов. У меня очень много друзей на Западе. В том числе в США. Ну, в Европе, наверное, больше. Мы с ними в ООН работали, многие были министрами. Ну, причем совсем дружили так вот, как принято у нас время проводить. Я не знаю. По-дамашнему. Когда все это случилось, некоторые мне звонили. Я им звонил, когда они оставляли какое-нибудь сообщение. Но практически все сейчас встали в строй, проводят линию партии. Как так можно? Зачем же вы? Украина, бедная. Это им про нацизм, они им про то, что посол Израиля в Киеве. Помните, что сказал? Когда его спросили, как вы так, в общем-то, находитесь в стране, где воспевают Бандеру и Шухевича. Вы что, перестали считать нацистскими преступниками? Нет, они для нас нацистские преступники. Но Украина своя история. Им тяжело. Как? Все. Это же правда. Это как бы одна метаморфоза произошла. Мы сейчас, когда приезжаем на мероприятия, но они так вот прям идут по коридору, ищут глазами, чтобы только не оказаться лицом к лицу. и переходят на другую сторону улицы, как в том романе. Но есть и те, кто, не буду сейчас называть никого, чтобы их там не подвергли астракизму, то подходят и здороваются. Вот, кстати, в прошлом году на саммите 20-ки Блинкин попросил поговорить. Мы с ним поговорили, поздоровались за руку, попрощались за руку. Ничего такого там не произнеслось, но, по крайней мере, это было какое-то общение. Если кто-то к нам обращается, мы никогда не убегаем, мы не прячемся. Но, повторю, вот сейчас нас вроде бы Македония пригласила на Совет Министров иностранных дел ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся. Посмотрим, как они будут общаться. Есть уже несколько просьб о встрече. На случай, если мы там будем работать, в том числе от западных представителей. Конечно, мы со всеми встретимся. Но закончить хочу ответ на этот вопрос, он получился длинноватым, но это интересная тема, правда. Закончить хочу следующим эпизодом. Помимо ОБСЕ, помимо вот Примаковских чтений, есть много политологических сборов, собраний. Одно из них проходит в декабре ежегодно в Абудаге. Сибарнияс такой форум называется. И я там впервые оказался в прошлом году. Там есть по традиции, там есть два-три оратора из действующих политиков и десятки бывших. Вот эти вот десятки бывших это самое интересное. Потому что после выступления там был перерыв и мы вышли в зал какой-то там кофе, чай. Толпа. Все знакомы. И все просто хотят поговорить. Дружелюбно. Выражают понимание. Ну вот судите сами. То есть когда человек, ну наверное в этом есть логика. Если ты на службе, ты должен выполнять что тебе прикажут. Другое дело, что качество приказов иногда все чаще и чаще бывает таким, что нормальному человеку хочется уйти в отставку. Ну вот так они проявляются. Я-то не верю в то, что есть какое-то предназначение у Запада постоянно ненавидеть Россию. Но как быстро они из-за всех вот этих деликатных речей и уверений в том, что там от Атлантики до Тихого океана у нас все одно. И безопасность, и экономика, и вообще пространство у нас одно. Как быстро все это слетело. Как быстро вот эти вот инстинкты объединения Европы против России снова всплыли. Как Наполеон объединял Европу против России, как Гитлер объединял Европу против России. Вот тут сейчас у нас идут наша разъяснительная работа, активно показывает историю с той же Финляндией, как Финляндия была лучшим другом Германии гитлеровской и активно помогала ей. думали-то, что все это уйдет, что после таких войн примирение искреннее. Знаете, почему так долго все это было? Ну, есть же у нас много пословиц, которые душу и характер наших людей выражают, терпеливых людей. все стерпит, там было какой-то ради чего-то, ради чего-то светлого. Но, с другой стороны, есть пословица «Бог терпел и нам велел, но есть и семь раз отрежь, отмерь, один раз отрежь». Вот мы отмеряли, отмеряли, отмеряли эти восемь лет. Непросто. Это непросто. Но вот опять же хроника сейчас, которую часто показывают, пленных немцев и прочих европейцев гонят в 44-45 году куда-то в Сибирь. Через деревни, через города бабушки выходят, дают хлеб, воду дают. И милость к павшим призывала. Это ведь тоже мы сказали. Не знаю, я не буду никогда утверждать, что есть какой-то исключительный народ, это удел наших американских английских коллег. Но вот это качество русских и всего нашего народа, ну там, наверное, как-то недооценивают. Или считают, что так будет всегда. Они опять сейчас нам сделают гадость, а мы опять им хлебушку с водичкой. Но приходится соседствовать с теми, кто есть. Пару вопросов. Пожалуйста, коллега из Сирии. Али Анахмед, эксперт из Сирии. господин министр, на самом деле половину вопроса вы уже ответили насчет Сирии, Ирака и даже в Польстине. Но про качество русских я хотел сказать. Культура, ценности, все, что действительно сейчас Россия защищает, и в том числе даже те страны Брикса. Мягкая сила, когда она еще раз будет Мосфильм, многосерийные фильмы, литература русская. Раньше, когда Советский Союз была, там была прогресс, там было очень много газет, которые переводятся на другие языки. Когда вот эта мягкая сила, еще раз мы ее увидим в наших странах за рубежом продвинутой, чтобы она противостояла те ценности, которые сейчас продвигает Запад, тем более Холиод, и все, что на самом деле это неприемлемо для человечества. Спасибо. В том, что касается количества проводников мягкой силы в виде тех же неправительственных организаций, о которых прошла речь, равно как и в том, что касается количества военных баз за рубежом, мы за американцами не угоним, сыгнаться не будем. тем более, как я уже сказал, их мягкая сила это продолжение государства. Наверное, так и должно быть, потому что государство поощряет мягкую силу для того, чтобы о твоем государстве знали правду и хорошо к тебе относились, и не выступали против тебя, не поддавались на провокации, когда кого-то хотят завербовать против России, вот как сейчас ездят, не стесняясь, ездят по Центральной Азии, ездят официально назначенные посланники по санкциям из Америки, из Евросоюза, из Англии, ездят и публично говорят, да, вы там в ОДКБ, в Еврозес, в СНГ, в ШОС, но вы должны выполнять наши санкции. Вот это, ну, по-моему, это просто наглость. Я понимаю, что они хотят этого добиться, но можно и глупость заодно, можно же похитрее немножко действовать, правильно? Чуть-чуть более уважительно. Они же унижают соответствующие страны. От Китая, кстати, тоже требуют уши. Казалось бы, Китай обязан, а есть такая зам госсекретаря, забыл, Шерман, по-моему, она еще пару лет назад говорила, ну, не пару лет, год назад, наверное, назад, и про Индию речь зашла, публично говорит, мы должны разъяснить Индии, в чем ее национальный интерес. Ну, это без комментариев. Вот, такая мягкая сила нам не нужна. Мы давно уже перестали говорить в наших доктринальных документах, документах работать над созданием позитивного образа России за рубежом. Мы пишем объективно, мы знаем свои недостатки, нам их нечего скрывать. Они во многом объяснимы историей, какой-то инерцией, которая оставалась особенно до начала вот этой санкционной войны, гибридной войны. Но мы хотим, чтобы нас знали объективно. И, конечно, у нас не такие финансовые возможности, как у тех, кто печатает доллары, уже приближая свой госдолг к 35 триллионам, и как они из него вылезать будут, никто не знает. Путь один. Печатать дальше и делать так, чтобы этот доллар продолжал всеми быть использован. А вот это уже и два. Но это их проблема, пускай они занимаются своей пропагандой. У нас гораздо меньшие суммы, но у нас разрастается сеть и посольств, в том числе в Африке мы восстанавливаем наши посольства, открываем новые консульские учреждения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, и активно растет и крепнет и повышает качество сеть домов российской культуры и науки, русские дома, так сказать. Сейчас мы выработали концепцию содействия международному развитию, в рамках которой вся та помощь, которую мы безвозмездно или на льготных условиях оказываем зарубежным странам продовольствие, создание школ, здравоохранение учреждений и многое другое, чтобы все это было объединено и синхронизировано, чтобы было разделение труда, и чтобы мы видели, какие и где проекты осуществляются. До недавнего времени это было разбросано по разным ведомствам. И, конечно, такое великое чудо, как русский язык, это наша очень сильная мягкая сила. И резко увеличиваем прием на учебу, сохраняем связи с выпускниками. Во многих странах созданы ассоциации выпускников российских вузов. Это очень полезная, открытая, позитивная мягкая сила. И, безусловно, в странах, с кем мы дружим, мы создаем и курсы русского языка. Вот в Центральной Азии, в других странах, в Азербайджане, в Армении созданы русские школы, в том числе по программам нашего Министерства просвещения, филиалы российских вузов. Вот это, мне кажется, преимущественная, мягкая сила, которую мы будем продвигать по сравнению с какими-то такими подковерными операциями, когда какой-то сотрудник неправительственной организации покупает лодку на 6 человек и взрывает северные потоки. я так условно говорю. Коллеги, время неумолимо, у нас осталось крайний вопрос. Возможность заключительный вопрос задать. А я прошу вас ради соблюдения гендерного баланса представьтесь, пожалуйста. Огромное спасибо. Меня зовут Савельева Наталья, участник молодежной секции примаковских чтений. Хотела бы задать такой вопрос. В ситуации кризиса мы ищем то, что нас объединяет. Поэтому задам вопрос о космосе. Как вы считаете, сотрудничество в области освоения космоса, оно очень сильно зависит от международно-правовой основы. По какому пути пойдет развитие международного права в целом и в частности космического права? Будут заключаться дальше универсальные договоры на базе ООН, договор по космосу, как соглашение о Луне, либо будет осуществлен переход к двусторонним и многосторонним договорам в рамках блоков. Ну вот, к примеру, соглашение Артемиды. Либо будет полностью уже отказ от юридически обязательных документов в пользу мягкого права. Ваше видение. Очень интересно. Спасибо огромное. Что сотрудничество космоса было, наверное, наиболее ярким примером, когда интересы эгоистические либо просто национальные интересы были выстроены таким образом, чтобы бросить совместные усилия на освоение космического пространства, еще Союз Аполлон, помните. Тогда никто, ни США, ни Советский Союз, конечно, они сейчас России не жертвовали и не жертвуют своими национальными интересами, наоборот. Национальный интерес проявился в том, что объединив усилия в этой сфере можно больше узнать и быстрее понять, как это больше можно использовать в практической жизни, причем не только в космосе, но и на Земле. И то, что сейчас остается Международная космическая станция, какой-то сюрреализм, когда наша космонавтка едет в США тренироваться для полета на корабле SpaceX, а американцы едут к нам в звездный городок тренироваться и потом на нашем носителе улетают на этот стан. Трудно себе представить любую другую сферу деятельности сейчас. Видимо, в этом ответственность ученых с обеих сторон, которые понимают, что этот эксперимент, который уже далеко не эксперимент, а просто работа такая повседневная, тяжелая, но очень полезная работа для науки, для будущего технологического развития мира, что это важно. И дай бог здоровья всем, кто этим занимается. Но жизнь идет, Международную космическую станцию пару раз уже ресурс продлевали, и она не вечна. Сейчас мы создаем свою, китайцы создали свою, работу. У нас с китайцами есть совместный план. Руководители НАСА вроде бы говорят о том, что они тоже не прочь продолжить сотрудничество после того, как МКС стерпают свой ресурс. Но на политическом уровне мы таких вещей не слышим. И на политическом нынешней элите руководствуется тем, что пока нам русские нужны, мы сейчас попользуем, а пока свою создадим. Но повторю, те, кто конкретно руководят НАСА, они занимают другую позицию. Договор по космосу остается. И он, кстати, покрывает и по нашей правовой оценке, он покрывает и статус Луны. Поэтому американский документ, который они несколько лет назад разработали и начинают приглашать в него отдельные страны, выборочные, он будет противоречить правильному и честному толкованию договора по космосу. Потому что там есть и Луна, и другие небесные тела в этом договоре. Ну еще одно направление правового развития в этой сфере, это, конечно, военные аспекты. Мы вместе с Китайской Народной Республикой давно продвигаем в Женеве на конференции по разоружению проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, продвигаем инициативу о неразмещении оружия в космосе, поскольку США с этим категорически не согласны. Мы сделали даже тактический шаг назад и предлагаем для начала рассмотреть обязательства, индивидуальные обязательства каждой страны не размещать первое оружие в космосе. Многие страны присоединились и мы эту работу будем продолжать. Ну и, конечно, американцы делают обратную инициативу. У нас есть, дескать, право вводить в космос оружие. Мы не будем подписываться под таким обязательством не делать этого, а вы с китайцами готовите противоспутниковое оружие, чтобы наши спутники разведывательные, те, которые имеют экономическое значение, уничтожать. Вот вокруг этого сейчас идет разговор, но понятно, что в той атмосфере геополитической, которая сложилась после начала гибридной войны против России, очень трудно такого рода дискуссии продолжать. Тем более, что американцы остервенело, другого слова не найду, ведут кампанию, выкручивая всем руки, пытаясь либо исключить Россию из многих органов ООН, которые занимаются практическими важными вещами, либо ограничить такое участие России в этих органах. Так что и вновь продолжается бой. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Сергей Викторович, большое спасибо за ваши очень глубокие, очень профессиональные и вместе с тем очень человеческие ответы. Идна школа Примакова. Ждем вас через год. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...